Экспорт помидоров в Россию в прошлом году значительно сократился. Стало меньше поставок томатов из КНР, Турции, Грузии, Сербии и Северной Македонии. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Такая ситуация, конечно же, повлияла на стоимость овоща в магазинах. Так, например, цена на томаты в Сибири теперь доходит до 500 рублей. Но выросли в цене не только помидоры. Стоимость огурцов уже превысила 300 рублей, а в некоторых магазинах доходит до 400. Однако есть и более дешевые предложения на летние овощи. В некоторых сетевых магазинах цена варьируется от 200 до 230 рублей за килограмм огурцов и в районе 150 рублей за килограмм помидоров. Если же выбирать овощи, более похожие по вкусу на те, что с грядки, то в действительности цена на них будет выше. Так что сегодня легкий летний салат обойдется недешево. Ведь средняя цена отечественных томатов и огурцов сравнялась с заморскими авокадо, манго и ананасами. Как любая тепличная продукция, и томаты, и огурцы дорожают зимой и дешевеют с началом нового урожая. Но таких цен, как сейчас, пожалуй, еще не было. Наше наблюдение подтвердил и директор новосибирского овощеводческого хозяйства Дары-Ордынска Шакир Сулейманов. Он рассказал, что могло повлиять на рекордное поднятие цен. Что касается томатов, то, по словам нашего собеседника, цена на эти овощи в этом году также побила рекорд. Сейчас средняя цена на них 250-270 рублей. Но вместе с тем, другой наш собеседник, директор обособленного подразделения Алтайская тепличного комбината Толмачевский Дмитрий Ульянов считает, что цена на томаты сейчас достаточно низкая, так как на рынке много привозных овощей. Продолжает Дмитрий Ульянов. Те, которые цены мы прогнозировали по томату, сейчас ниже процентов. 70 от тех цен 80 идет. Завозного много томата. У сетей есть куча предложений, грубо говоря, альтернативных по более низким ценам. А по огурцам тут ситуация немножко другая, потому что огурцы – это более скоропортящийся товар. Их издалека не привезти. Ну и в России в этом году, да, дефицит сформировался огурцов. Но это больше связано, наверное, с падением производства в России. В этом году все фиксируют очень большой всплеск болезней на огурце. У каких-то комбинатов, там даже несколько отделений они выбрасывают целиком из-за того, что сильно болеют растения. Импортный, да, огурец его не привезешь сильно далеко неоткуда. Допустим, если томаты его везут с Казахстана, в основном вот у нас в Алтайском крае, то огурец уже не сложнее. Его привезти-то можно, но хранится он меньше, чем томат. Покажут ли ценники существенные изменения летом – пока не ясно. Наши собеседники сходятся во мнении, что вероятнее всего – да. Во-первых, заболевания у огурцов были и раньше. А во-вторых, в Приморье строятся тепличные комплексы, которые в скором времени будут обеспечивать овощами свой и близлежащие регионы. Но вернется ли цена на огурцы и помидоры, пробив рекордную планку к уровню прошлых лет? На этот вопрос у экспертов пока нет ответа. Анастасия Войцеховская, Бизнес-ФМ, Барнаул.